Всем привет на этом канале. Очередная записка от джигита. Значит джигит что у нас спрашивал? Стал у меня почему-то момент впрыска поздний 10 градусов. Топливный насос высокого давления старый остался. Что делать? Шайбу подбрасывать или что делать? В общем джигит. Тут такое дело. Вот это видишь топливный насос высокого давления. И в процессе работы, вот как ты момент впрыска поставил, он больше никогда не меняется. Никогда. В механическом плане, потому что когда двигатель работает, то момент впрыска может туда-сюда гулять, потому что на момент впрыска влияет как работает нагнетательный клапан за воздушную систему. Немножко есть там проблем. Состояние форсунки тоже может влиять, но в механическом плане, а ты ставишь впрыски, проверяешь именно в механическом плане, он меняться не должен. Он может поменяться только в одном случае, если возникла какая-то неисправность. Но, как правило, неисправностей не возникает. Вот шайбочку подкладывать, это когда ты ставишь новый насос и не можешь добиться правильного положения момента впрыска на этом насосе. Ну, плунжер так сделал, геометрия такая, тогда можно шайбочку подкладывать. А если у тебя насос был нормальный, момент впрыска был нормальный, а потом резко сбился, то шайбочка тебе не поможет. Я тебе скажу, где твоя проблема? Проблема твоя ге. Вот это плунжер называется. Вот здесь твоя проблема. Потому что, когда у тебя плунжер зацарапается, то есть износ. Ну, износ плунжера, что такое износ плунжера? Это где-то он поймал какой-то грязюки, песчинку и поцарапался. Потому что обычно плунжера, они так и умирают. Где-то фильтр плохо сработал, попал мусор, он зацарапался и все. Так вот, когда ты будешь ставить на поцарапанном плунжере, на изношенном момент впрыска, он у тебя покажет поздний, то что у тебя и происходит. Так, теперь немножко по моменту впрыска. Значит, момент впрыска, то что вы ставите. На этом двигателе нет никаких дополнительных систем регулировки момента впрыска. На более взрослых двигателях, дизелях, там есть электронные, механические, центробежные, регуляторы момента впрыска. То есть, зажигание. Ну, зажигание неправильно, дизель говорить. Ну, будем так говорить, что всем было понятно. Регулируется момент подачи топлива. Центробежными, электрическими, механическими системами. На этом двигателе ничего нет. Это самый простой двигатель, который может быть. Тут ничего не регулируется. И вот то, когда вы ставите, допустим, там 22 градуса впрыска, то это вы ставите для работы на номинальных оборотах. И вот этот впрыск, как правило, вы ставите методом моментоскопа, потому что его в интернете очень много. И он написан для ПТУшников. Вот. Но дело в том, что вот этот метод моментоскопа, он самый конченый из всех способов, которыми можно поставить и определить момент впрыска. Это самый конченый метод. И даже если вы правильно книжку будете читать, а многие такого не делают, то вот здесь стоит нагнетательный клапан, и он прижат пружинкой. А пружинка рассчитана на три атмосферы. Метод моментоскопа предусматривает то, что вот это все надо выкрутить, этот штуцер, вынуть пружинку на три атмосферы и поставить технологическую пружинку, которая имеет сопротивление там, совершенно незначительное. То есть там не три атмосферы, намного меньше. Там даже пол атмосферы трfan нету, то есть там абсолютно эта пружинка не сопротивляется. Она только для того, чтобы держался нагнетательный клапан на месте, и все это закручивается. И тогда проверяется момент впрыска. Этого многие не делают. И чаще всего момент впрыска проверяет на стандартной пружине, которая рассчитана на три атмосферы. Если у вас плунжер идеальный, То есть абсолютно новый В принципе, момент впрыска тогда поставить можно Потому что утечки топлива через царапинки Нет у вас и спунжера А если спунжер у вас уже немножко поцарапанный То вот эта 3-х килограммовая пужина На 3 атмосферы Ну атмосфера килограмма И так называть иногда так Вот она дает тот эффект, что у вас топливо Убегает через царапинки И тогда у вас впрыск получается слишком поздний Вы его видите как слишком поздний Хотя на самом деле он нормальный Но он вам будет всегда показать слишком поздний Поэтому если есть подозрения И если у вас вдруг момент впрыска Вы проверяете, а он стал 10 или 15 Или 5 градусов И не знаете что делать Вынимайте вот эту пружинку И проверяйте момент впрыска без нее В общем идите ко мне на канал Там есть целый плейлист И куча способов, как можно поставить этот момент впрыска Только момент впрыска при изношенных плунжерах Должен выставляться без этой пружинки Вытаскиваете пружинку и смотрите без него Вот если этой пружинки 3-х килограммовой не будет Вам по каждому момент впрыска тот, который есть И скорее всего он будет у вас тот, который был изначально То есть 22 градуса А сейчас вот эта пружинка при изношенном плунжере Дает вам большое искажение Такие вот дела Поэтому момент впрыска у тебя другой джигит И уехал И на самом деле это не проблема момента впрыска И ничего, никаких шайб подкладывать не надо Никаких боковых крышек снимать Там надо проверять плунжер на плотность Потому что скорее всего зацарапанный плунжер Оттуда возникает такой эффект Такие вот дела Ну а сегодня такое видео Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось Все равно лайк, потому что я очень жаден